В эфире программа «Интересно». Сегодня наш собеседник, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области Дмитрий Вячеславович Коретин. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мы знаем, что совсем скоро на днях в Калуге будет важная конференция по вашему профилю. Расскажите, кто приедет, кто спикеры, какие темы будете обсуждать. Конференция, наше собрание на Калужской земле проводится уже в шестой раз. И, как обычно, у нас участвует заместитель руководителя, статус-секретарь Федеральной антимонопольной службы Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель курирующей вопросы, связанные с государственным заказом, борьбу с картелями Петр Валерьевич Иванов, коллеги из Санкт-Петербургского госуниверситета. И, что самое удивительное, у нас, конечно, будет в этом году 28 регионов. То есть у нас 28 территориальных управлений нашей службы прислали своих представителей для участия в нашей конференции. Естественно, примет участие правительство Калужской области, иные приглашенные лица, в том числе представители судебной системы, представители прокуратуры. То есть мы всех ждем на нашей конференции, то есть мы будем обсуждать вопросы антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, проблемные вопросы, какие-то моменты разъяснять коллегам, обмениваться мнениями, проводить дискуссии. Поэтому, я думаю, будет интересно. Какие-то можете перечислить основные темы докладов, что сейчас наиболее актуально в вашей сфере? Ну, я думаю, что у нас сейчас актуально принятие пятого антимонопольного пакета в Государственной Думе, в Федеральном Собрании Российской Федерации. Как раз, я думаю, в том числе этому будет посвящен доклад нашего статс-секретаря Сергея Анатольевича Пузыревского. Думаю, что интересные вопросы всегда возникают у нас в сфере закупок. Поскольку законодательство постоянно изменяется, то, я думаю, Петр Валерьевич Иванов также интересно что-нибудь нам осветит. Ну и у нас есть достаточно хорошая практика работы в этой сфере Калужской области. Я думаю, что заместитель губернатора Калужской области также отметит эту практику, поделится с нашими коллегами из других регионов. И немножечко детально, вот чем именно Калужская служба может гордиться, чем мы можем поделиться с другими регионами? Ну, вообще, да, вот, может быть, зрителям будет интересно, что такое вообще антимонопольное законодательство, чем мы занимаемся. Наша работа, она достаточно такая интересная, практически всеобъемлющая. Ну, из названия службы антимонопольная, то есть, говорится о том, что мы противодействуем монополистам. Какие у нас монополисты? Ну, вот мы с утра встаем, включаем электричество, то есть, масса проводов к дому не протянута, поэтому монополист, потому что только один провод, да, у нас одна сетевая организация, соответственно, мы контролируем их от злоупотребления доминирующим положением. То, что она у нас одна. Пошли на кухню, включили газ, Газпром, опять же, тоже монополист, у нас же не масса, опять же, труп к дому подведена, и мы выбираем каждое утро, какой подключиться. Аналогичная ситуация с водоканалом, с теплоснабжением, водоотведением. Вот это один из блоков направления работы антимонопольной службы. Также защита от недобросовестной конкуренции, это когда используется незаконно чужая промышленная собственность, интеллектуальные права, а также фактически совершается обман в части потребителей в отношении качеств, свойств, безопасности товаров. Третье такое направление – это контроль законодательства о рекламе. Также мы контролируем государственные закупки и самые интересные тоже такие моменты, связанные с торговыми сетями. Закон о государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации. То есть это торговые сети наши. Ну, интересно еще отметить, конечно, направление деятельности, как борьба с картелями, сговорами, в том числе между органами власти и коммерсантами. То есть такое тоже у нас бывает. Ну, у нас пока, слава богу, на Галужской земле практика успешная. И мы такие вопросы здесь урегулируем. В частности, вот, например, в этом году было рассмотрено нами дело в отношении государственного муниципального предприятия «Энергетик» в Жуковском районе. То есть они там занимались злоупотреблением в доминирующем положении. То есть просто предпринимателю отказывали в водоснабжении. Мы рассмотрели, признали нарушение. Как бы водоснабжение предпринимателя восстановлено. Далее был выявлен картельный сговор при продаже приватизируемого имущества. То есть сговор на приватизации. Также сейчас уже вынесено решение. Признано соответствующее нарушение. Этот сговор выявлен на торгах имуществом города Калуга. Интересные вопросы, связанные с малыми закупками. То есть когда у нас детские сады, там школы закупаются, выкладывают свои предложения ценовые на портал маркетинговые исследования малых закупок. Предприниматели участвуют, подают ценовые предложения, а контракт почему-то заключается с другими. Хотя они вроде бы предложили самое выгодное ценовое предложение. Также здесь выявлены сговоры в детских садах города Обнинска с частными охранными предприятиями. Интересное дело было в городе Малый Рославец. Как раз по недобросовестной конкуренции. То есть компания рассылала квитанции людям и предлагала заключить договор. Договор даже не предлагала, а фактически она высылала квитанции за еще неоплаченные услуги, то есть неисполненные услуги. То есть фактически предлагалось людям заплатить квитанцию, а потом, может быть, к вам придут обслуживать внутридомовое, внутриквартирное, газовое оборудование. То есть без договора они решили... Да, они фактически аферты уже раскладывали во все почтовые ящики в Малорославцах и окрестностях. И мы выявили, у многих людей заключены договоры на обслуживание этого оборудования с другими организациями. Зачем эти введения в заблуждение? То есть признали такую практику нарушающей, выдали соответствующие предписания, привлекли к административной ответственности. У вас такая всеобъемлющая работа. Расскажите, как вы проверяете торговые сети? А как раз я вот к этому хотел перейти. У нас было интересно как раз судебное дело. Торговая сеть, которая находится на территории Калужской области. Можно материалами дела ознакомиться в интернете. Все это есть на сайте арбитражного суда. Значит, они нашего калужского производителя решили, так скажем, дискриминационные условия для него создать. То есть он работал, поставлял. Причем начали, естественно, калужане покупать его продукцию больше в этой сети. Другой поставщик из другого региона сказал, почему это у меня продажи по Калужской области падают из-за вот этого нашего калужанина. Говорит, и сказал убрать из сети продукцию нашего производителя. Торговая сеть пошла на уступки и без предварительного уведомления отказалась принимать и заказывать продукцию нашего производителя местного. Производитель обратился к нам, мы признали нарушение, суды всех инстанций подтвердили его законность, выдали небольшой штраф для торговой сети в размере 2 миллионов рублей. Но производитель сам сказал, что не хочет больше с этой торговой сетью сотрудничать, он работает с другими, где мы можем приобрести его продукцию в полном объеме. А этой торговой сети, он удовлетворился тем, что мы привлекли к административной ответственности. До этого другие торговые сети мы также привлекали к ответственности, назначали штрафы в размере 6 миллионов и 2 миллионов рублей. И наших торговых производителей продукции наших, калужских, мы допускали на рынок наших областей, то есть обязывали торговые сети заключить с ними договора, если они не дискриминировали при, так скажем, только попадании в торговую сеть, либо возобновить приемку и заказ продукции. То есть были такие факты, какие-то там незаконные действия со стороны, может быть даже какого-то среднего уровня менеджмента в отношении торговых сетей. Не скрою, что на полку, чтобы поставить свой товар, с производителей какие-то бонусы пытаются постоянно получить. Мы признали все это незаконным, наши производители теперь на наших полках вернулись, штрафы сетям назначены, но и главное, я говорю, главное, что мы урегулировали вопрос. Мне кажется, это, в принципе, главная цель нашей работы. По вашим данным, в последнее время цены поднимаются сильно, есть ли необоснованный рост там на продукты, вещи, билеты, бензин? Здесь надо дифференцированно подходить. Ну, бензин, например, мы смотрим, в принципе, цена, она как-то в одном уровне держится у нас. Кстати, одна из самых низких в Центральном федеральном округе, и в целом по России. Мы тоже этот вопрос контролируем, смотрим. Что касается билетов, то здесь есть регулируемые тарифы, есть нерегулируемые, есть динамическое ценообразование. Но, как правило, цена на билеты также складывается из каких-то постоянных значений и, опять же, ценой ресурсов, используемых в качестве топлива в том или ином виде транспорта. Ну, в принципе, таких резких перепадов мы не видим. Тем более, что здесь в целом полномочия социального аппарата, потому что у нас крупные компании, которые занимаются этим перевозкой, там, железнодорожным, например, транспортом, они, конечно, находятся все в Москве. Что касается продуктов питания, то у нас вот в мае была отмечена даже дефляция в Российской Федерации, то есть это снижение цен на отдельный вид товаров, ну, то есть когда новый урожай поступает. Ну, вот меня, например, удивили в мае арбузы из Ирана, которые там, значительную совершенно стоимость продавались у нас. Ну, я вот так понял, что это одна из направлений импортозамещения. И, в принципе, очень вкусные такие, хорошие были. Я не рекламирую, конечно, но вот у меня все и знакомые, и друзья такие, говорят, ну, действительно, удивительно, вот до этого мы не знали, что так можно оказываться. А у них там урожай оказывается, вот первый арбузов. Вот, то же самое с другими продуктами. То есть здесь каждый может подобрать свою ценовую категорию. У нас абсолютно любые ценовые категории есть, начиная с самых незначительных и заканчивая там премиальными сегментами. Какой-то нехватки в продуктах, какой-то дефицита никакого нет. Прошлые там дефициты, как я и говорил до этого на вашей, выступая на вашей телекомпании, что дефицит ничем не обоснован, и действительно, вон там за несколько, за 2-3 недели все это спокойно проходило. Цены возвращались на свой потолок, который был до этого. То есть никогда не надо просто вот этим ажиотажным спросом, каким-то там слухом верить. Ну подумайте. Не подогревать цены. Да, да, да. Вот там ситуация была с сахарным песком. Ну, абсолютный бред. Все склады забиты, у производителей там удевать некуда. Тут цена растет. Ну, надо было выждать. Я говорю, ну, купите одну пачку сахара. Без паники. Да, спокойно. Я вот, например, так же делал. Ну, подождем мы. Вот подождали. Сейчас, вон, 59 рублей за килограмм. Ну, пожалуйста. Видите, красная цена. Там или какая-то зеленая промо-акция. Ну, вот 59 рублей я видел. Да, сахар сейчас есть у нас в Калужской области. А то там до 100 рублей доходило. Ну, что это такое? Если люди все-таки заметят, им покажется, что цены необоснованно растут, как они могут к вам обратиться? По какому алгоритму вы работаете? Ну, обратиться они могут на наш телефон. Все телефоны и контакты указаны на сайте Калужской УФАС России. Там можно составить жалобы и на технологическое присоединение. Сейчас, кстати, массово такие проблемы возникают. Проблемы там с доказификацией, с подключением к электрическим сетям. Жалоб у нас много. Но у нас достаточно неплохое налаженное взаимодействие, в том числе и с монополистами. Потому что только мы присылаем запрос, пока приходит ответ, человек уже подключен. У него вопроса нет, он называет заявление. То есть у нас такие вот, в принципе, много заявлений, но где-то, наверное, процентов 98 из них решаются буквально в неделю-две. То есть очень это, мне кажется, правильный подход. То есть мы даем возможность, если компания нарушила, быстро это все устранить. И главное здесь, какая цель? То, чтобы гражданин был доволен, чтобы его подключили к сетям. Там положено за деньги, он заплатил. Все, его подключили, установленный законом, там, шестимесячный срок. У нас главная задача, это чтобы помогать людям, чтобы они чувствовали, что государство перед такими страшными монополистами их защищает. Спасибо большое вам за работу. Желаю вам удачно провести конференцию. Спасибо большое вам.